До первого высоковека вся техника, которая будет заденена в поселных работах, должна быть полностью готова. Такую задачу перед сельгазпредприемствами и ремонтными организациями поставил областный выканавший комитет. С ходом работы знакомились наши корреспонденты. Сирот самых значных проблем, с которыми сельгазпредприемства сутыкаются при подрыхтации до полевых работ, – сношенность техники. У некоторых господарков она не обновлялась в маль 10-ти годов. При отсутности необходных сродков для полновартосного ремонта многие мкнутся проводить одновленные работы уластными силами. У Светлогорским агросервисе личат, что это нелепшая выстя. Часто драмонтованные у невеликих майстернях агрегаты выходят со строя у самоотказных период полевых работ. При этом специалисты погаджаются. Подчас принятия техники на ремонт, финансовый стан господарок необходимо уличить. У Светлогорску с этой нагоды распроцовали гибкую систему разликов. Мы любые формы применяем. Что берем зерно, что металлолом, что мясом, что переводы долга. Дровами готовы брать. Дуб, граб. Ну, разные источники. Уся сельско-господаршая техника, якая будет заденечена на поселных работах, повинна быть одрамонтованная до початку наступного месяца. Однако по куль, по широку позиций распроцованные графики не вытримливаются. Разом с принятием мер по выправлении ситуации на Гомешине подшался процесс обновления техничного парку. Летось у рамках державной чарнобыльской программы для сельско-господарших предприемств в области набыли больше, как 100 тракторов. Планы на этот год еще больше масштабные. Парадка полторы тысяч единиц. Это и тракторы энергонасыщенные 35-22, это и почвообработка к ним, это и кормоуборочные комбайны, это и зерноуборочные комбайны, это и автомобили МАЗ, которые именно будут для ферм, для того, чтобы обеспечивать работу на ферме. Олег Сенсюров, Настасья Кучинская, Валера Игапанько, Телерадио, компания Гомель.